Дрова, которые разгружают на заднем плане, предназначены для отапливания дома на всю зиму. Их нужно распилить, расколоть, сложить, что для жительницы этого дома, Лидии Маенковой, пенсионерки, очень тяжело. На помощь приходит газ. Месяц назад пенсионерке провели газ. Помогли дети. Своими силами бы не справилась, признается она. Газ будет, и это, как плита, ну и колонку мы только не будем подключать. А утопление? Утопление, да. Это самое главное. Сейчас и водичка, и газ. Ради плохо будет? Очень хорошо. Людей, давших согласие на газификацию, в заболуйке около 130. Это более 70% от всех домовладений, подлежащих газификации. Газ проводится и в лесхоз, хоть и не так активно. Из 574 домовладений согласие на газ подписали 165 собственников. Фактически два муниципальных образования вступают в новую эпоху. Отказываются от печного отопления в пользу более дешевого и быстрого газового. Газификация сейчас, в данный момент, проходит очень активно. Юггаз работает прекрасно. Никаких претензий к ним нет. Все чистенько оставляют после себя, во-первых. Как было, все чисто. Пытаются убедить и они, и я пытаюсь убедить население. Газ будет. Основная проблема – стоимость проведения газа в дом. От 60 до 100 тысяч рублей. Но в итоге с газом все-таки выгоднее. Это самостоятельно посчитали многие жители. 100 тысяч – это 4 машины дров, то есть 4 зимы. 100 тысяч за газ практически навсегда. Многим из тех, кто не имеет таких средств, оказывается адресная помощь. На нее претендуют многодетные, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и малоимущие граждане. Для того, чтобы газ зашел в дома жителям, необходимо, чтобы жители сами позаботились по оформлению документов на свои домовладения. То есть должна быть собственность на землю и должна быть собственность на домовладение. В районных общественных организациях говорят о скептическом настрое отдельных жителей. Не все верят в реализацию проекта. Чиновники райадминистрации парируют. Бюджетные средства выделены и работы уже идут. А это значит, газ будет. У нас есть планы всей газификации Инзинского района, муниципального образования. Поэтому на следующий год эта работа будет продолжена по мере приходов газ в те населенные пункты, которые по плану должны быть газифицированы. Мы знаем, что муниципальное образование и администрация города Инзинского района очень плотно работает в этом направлении. Уже разработано очень много проектной сметной документации. И планируется, что газификация будет продолжаться и в 2020, и в 2021, и в следующих годах. Газопровод заведен сегодня в Забалуйку и Лесхоз почти на 80%. К 1 октября газовая сеть охватит 100% территории. Дело за местными жителями. Поверить и подключаться. Валерий Чурова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. К 1 октября газовая сеть охватит 100% территории. Продолжение следует...